Всем добрый день! Сегодня я отвечаю на вопрос, который волнует очень многих подписчиц моего канала. В последнее время он просто стал очень актуален, ну и, что называется, уже нет времени откладывать. Итак, вопрос звучит так. Какой крем от морщин самый эффективный? Или же задают такой вопрос. Какой крем вместо ботокса самый эффективный? На самом деле в природе сейчас не существует ни одного крема, который можно было сказать Вот он! Вот он этот самый уникальный, самый лучший крем от морщин. Я вам сейчас объясню почему. Во-первых, в последнее время я постоянно говорю, да, пептидная косметика, пептидная косметика. Так вот, я вам просто-напросто повторю, что самый лучший крем от морщин, самый лучший крем, который является альтернативой инъекциям ботокса, это пептидная косметика. Это крем с пептидами. Но здесь есть одно существенное оно. Во-первых, в мире порядка 100 косметических фирм и компаний, и треть из них точно производят пептидную косметику. Поэтому использовать, знаете, вот все перепробовать и сказать, что вот он, вот он, этот уникальный крем просто-напросто физически невозможно. Тем не менее, в ближайшие месяцы я сделаю несколько роликов, где буду показывать пептидную косметику разных производителей и разной ценовой политики. Почему в течение нескольких месяцев? Потому что лично мне нужно ее протестировать минимум 2-3 месяца. Во-первых, вся пептидная косметика, она больше действует как косметика с накопительным эффектом. И для того, чтобы получить результат, по крайней мере, в моем возрасте 45+, мне нужно минимум 2-3 месяца. Вот, я изучаю состав, я пользуюсь этой косметикой и потом вам говорю, стоит она, ну, с моей точки зрения, да, на что обратить внимание и как ее лучше использовать. Поэтому в течение нескольких месяцев будет абсолютно разная ценовая политика и разные фирмы. То есть, как мы это говорили, что я буду показывать разную косметику, да, разных брендов. Это один момент. Второй момент, то, что смотрите, сейчас на данный момент более полутора тысяч пептидов. И каждый месяц открывается какое-то новое сочетание с новым каким-то эффектом. Так вот, есть пептиды, которые работают как нейропептиды, да, а вот они как раз-таки являются альтернативой инъекциям ботокса, потому что они блокируют передачу нервного импульса в наших мимических мышцах. Есть сигнальные пептиды, которые напоминают нашей коже. Эй, ты, смотрю, у тебя уменьшилась, допустим, выработка эластина коллагена, давай быстренько наверстывай упущенное для того, чтобы разгладить наши морщины, подтянуть овал лица, и мы выглядели моложе. Есть пептиды, которые являются транспортными, например, переносят ту же самую медь, которая очень активно участвует в выработке коллагена. Ну, то есть, фактически без нее даже выработки коллагена быть не может. Есть пептиды, которые блокируют, допустим, работу энзимов, которые разрушают тот же самый эластин коллаген, да. Есть уже пептиды, которые борются с пигментацией и так далее и тому подобное. И каждый год у нас косметика пептидная совершенствуется, она становится более эффективной. И то, что я говорю сейчас, уже там через, допустим, 2-3 года, может быть, будет неактуально. Но, снова-таки, один и тот же пептидный крем у девушек разной возрастной группы будет работать по-разному. То есть, то, что хорошо в 35 лет, допустим, оно не совсем будет эффективно в 45 или в 55 лет. Объясню почему. Например, для девушек в 30-35 лет как раз-таки активна косметика с нейропептидами, которые блокируют ту самую передачу нервного импульса. То есть, борются с мимическими морщинами, борются с эмоциями, с последствиями эмоций. А вот, допустим, в моем возрасте 45+, мне уже, помимо нейропептидов, нужна косметика с сигнальными пептидами. С пептидами, которые стимулируют выработку эластина коллагена. То есть, борются уже с последствиями возраста, с возрастными изменениями. В 35 лет еще больше нужно сочетание пептидной косметики. Поэтому, допустим, я могу сказать, для меня вау крем, да. А для 55-летней, допустим, подруги, да, или кому там 60+, вот может быть этот крем будет немножечко и слабоват. Его нужно сочетать с какими-то дополнительными средствами, сыворотками и так далее, и тому подобное. Поэтому еще раз, смотрите, я хочу вам донести, да, что вот такого супер крема не существует. То, что может быть будет очень хорошо мне, не поможет одной или будет чересчур много совершенно другой. Или же то, что рекомендуется одним, оно может не подействовать на меня, и я буду смотреть на это, что это, да, с вот таким вот выражением. Поэтому еще раз, самый эффективный крем от морщин и вместо уколов ботокса это пептидная косметика. Но ее нужно подбирать правильно. Об этом я буду писать в своей книге, которая выходит осенью, точнее пишется уже, и книга выходит осенью. Книга посвящена тому, как помолодеть на 10-15 лет. То есть, что можно и нужно делать для того, чтобы выглядеть на 10-15 лет моложе. Это один момент. В описании к этому видео я дам краткую характеристику, чтобы вот я понимаю, что нужно сейчас, да, хочется сейчас и сию минуту начинать пользоваться для того, чтобы получить результат уже. Поэтому я сделаю такие самые популярные, выборку самых популярных пептидов. И если вы видите, да, на упаковке вот этот самый пептид, у вас уже будет понятное дело, что может быть это именно он, ваш вот этот вот крем, который вам очень нужен сейчас, сию минуту. Вот. И, допустим, самые популярные там нейропептиды, аргиллерин или сингэйк, да, и остальные. Есть пептиды, например, там, сигнальные мы говорили, да, матриксилы. И матриксила сейчас много, да, потому что есть матриксил 3000, матриксил морфомикс и так далее, и тому подобное. Так вот, единственное, что я вам хочу посоветовать, девушки, которые, как я, да, 45+, а для нас уже важно не просто наличие какого-то определенного пептида, нам желательно сочетание этих пептидов. Еще раз, если в 35 лет вполне достаточно нейропептида, и он будет решать последствия эмоций, то нам с вами, если у нас мимические морщины, то нам все равно нужны те пептиды, которые стимулируют выработку эластина коллагена. Поэтому нам важно сочетание пептидов для того, чтобы действительно вот этот самый пептидный крем был тем единственным, который самый лучший, и который борется с морщинами и возрастными изменениями на нашем лице. Так что, надеюсь, вкратце сказала, да, еще раз, самый лучший крем это пептидный крем. Ну, а на какие ингредиенты обратить внимание, читайте в описании к этому видео. Если вам понравилось это видео, нажимайте кнопку большой палец вверх, которая есть в описании к этому ролику. Если вам видео не понравилось, ставьте большой палец вниз. Но если вы хотите высказать свое мнение, похвалить меня, поругать или предложить новую тему к следующему видео, то оставляйте, пожалуйста, свои комментарии в описании к этому ролику. Если же вы хотите видеть следующие новые видео, но не подписаны на мой канал, то нажимайте на кнопку подписаться, которая тоже есть в описании под этим роликом. Ну, а если вы подписаны, но по каким-то причинам пропускаете выход новых роликов или же наши прямые трансляции, когда мы с вами можем пообщаться онлайн, то нажмите, пожалуйста, на колокольчик, который находится в одной кнопке подписаться. И тогда вы будете получать уведомления про выход новых роликов или же информацию о том, когда у нас будет ближайшая прямая трансляция.